Донецкая Народная Республика Здравствуйте, Сергей. Я могу сказать, что я фактически, будучи поэтессой, приглашена, собственно говоря, на фестиваль «Балаклавские каникулы» Андреем Соболевым, но на самом деле я не занимаюсь поэзией постоянно и профессионально, это мое, можно сказать, хобби, а на самом деле я занимаюсь сейчас должность генерального директора государственного предприятия по рекламе и массовым коммуникациям, то есть, а до того я возглавляла достаточно долгое время Министерство информации Донецкой Народной Республики, то есть, в принципе, задачи были такие, то есть, это пропаганда, это, не хочу, не боюсь я этого слова, пропаганда нашего образа жизни, наших ценностей, пропаганда Донецкой Народной Республики, как действительно государство, которое родилось и строится, и государство, которое хочет жить в статусе, возможно, части России, либо самостоятельно, но дружественного нашему, в общем-то, нашей родине фактически общей, потому что я считаю, что отделить Донецк, Донецкую Народную Республику, Донбасс и Новороссию от России, это было совершенно, наверное, даже страшное действие, потому что огромное количество людей были отторгнуты от своей родины, то есть, это, я надеюсь, когда-то изменится, и мы все-таки вернемся домой. Марина, Ваша работа по пропаганде, по информированности людей, она больше замкнута внутрь ДНР или Вы ведете пропаганду и объяснительную работу среди населения остальной Украины и тех районов ДНР, которые сегодня, к сожалению, находятся под оккупацией? Ну, я скажу так, наверное, очень сложно сейчас вести эту пропаганду на официальном уровне, потому что фактически строится образ Донецкой Народной Республики, ее лидеров, как людей, которые являются террористами, которые являются преступниками, да, то есть, это плюс все население Донбасса объявлено, в общем-то, преступниками, и по отношению к нему применяются крайние меры, так скажем, то, чего, собственно говоря, не делают, наверное, по отношению даже к преступникам в самой Украине, то есть, жителей Донбасса убивают без суда и следствия. Более того, их понизили еще и в гражданских правах, вот сейчас уже поступили заявления о том, что 25 октября эти недочеловеки на, даже на оккупированной Украине территории Донецкой области бывшей, не имеют права принимать участие в выборах, потому что результат очевиден, эти люди проголосовали на референдуме за независимость от Украины, они не будут голосовать за те партии и за тех политиков, которые сидят в Киеве. Эти люди не могут голосовать за тех, кто их убивает, за тех, кто убивает их родных, потому что Донбасс это огромная семья, это переплетенные связи людей. Дело в том, что, в принципе, получается ситуация, когда действительно, транслируя с одной стороны реплики о том, что они хотят единства, о том, что Украина должна быть единой, физически, фактически делается все, чтобы эти люди, которые составляли раньше часть Украины и не помышляли даже, в общем-то, о том, чтобы о каких-то переменах такого рода, они сейчас отторгнуты, они действительно низведены до уровня людей второго сорта, и вот в этой ситуации очень сложно ждать от этих же людей, что они вдруг внезапно возлюбятся тех, кто убивает их, тех, кто их поражает в правах, то есть это очень загадочный, так скажем, наверное, загадочный способ достигать единства, там, любви и мира. Ну, вы же видите, что декларировать и писать «Единая Краина» это одно, а делать все, чтобы расчеловечить несколько миллионов своих соотечественников, назвать их ватой, колорадами, унтерменшами и фактически сказать, что мы за единую территорию, но без неправильных украинцев, то есть Шухевич говорил в свое время, и Донцов его этому учил, что если надо будет из 40 миллионов 20 миллионов убить неправильных украинцев, мы это сделаем не раздумывая, зато те, кто останутся 20 миллионов, это будут настоящие. И вот эти правильные украинцы сегодня едут на Донбасс, держа в голове, что получат там землю, квартиры и рабов. Да. Ну, это, в общем-то, уже мы проходили. То есть, почему я говорю о том, что все-таки это фашизм, это нацизм, то, что сейчас происходит в Украине, потому что история, она очень наглядно нам показывает. То есть, та идеология, которую сейчас предлагает Киев, это чисто нацистская, фашистская идеология, точная калька с идеологией, которую, собственно говоря, проповедовал Третий Рейх, да, и, в общем-то, результаты-то те же, по делам их узнаешь, да, говорит в Библии. И, в общем-то, мы видим именно по делам, что происходит. Я скажу, что очень трудно туда пропагандировать что-то, объяснять и так далее, но мы, в основном, работают социальные сети, работают социальные сети, личные контакты, личные, так скажем, работает то, что с той стороны тоже есть люди, которым не все равно. Они приезжают, они пишут, они пытаются разобраться, что же происходит. То есть, и, в принципе, когда они приезжают, когда они получают действительно, ну, реальную информацию, то, что они видят своими глазами, если честно, то у них очень серьезные идут подвижки. Вот, то есть, они не верят в начале, то есть, они не верят своим глазам, они, когда они осознают, что происходит, то есть, ну, на этих людей тяжело смотреть, потому что, действительно, люди совестливые. То есть, те, кому не все равно, это чаще всего совестливые и думающие люди. Но ведь далеко не все украинцы инфицированы. Огромное количество жителей той Украины, я с ними поддерживаю отношения, общаюсь в социальных сетях, они говорят, Сережа, ты не представляешь, какой ужас жить под фашистами, под оккупацией. Мы понимаем, вот вы это на бомбежках ощутили и на обстрелах, а они это ощущают, как люди, вот в той же Одессе, они говорят, вот под немцами было, наверное, точно так же. Да. На самом деле, то есть, люди действительно живут в моральной оккупации, то есть, для них все вот эти вещи, которые для нас являются естественными, то есть, мы говорим обо всем, то есть, и у нас, в принципе, мы, у нас можно говорить на украинском, у нас можно ругать там, хвалить, делать все, что угодно по поводу там нашего правительства или Путина или кого-то. А тут ситуация страшная. То есть, ты попадаешь в зависимость от любого, так скажем, движения человека, который... Ну, то есть, вот эти вот миллионы доносов, да, то есть, и вот этот 37-й год, который, в общем-то, либералы так старательно, значит, изображали вот страшным временем, мне кажется, это даже вот, ну, десятая, наверное, часть того ужаса, под которым приходится вот сейчас жить гражданам Украины, которые не согласны с нынешней политикой Киева. Я им очень сочувствую, я понимаю, у меня очень много друзей и родных там, у каждого из нас много друзей и родных там, потому что все переплелось. Ну, я думаю, что единственное есть утешение, что это ненадолго, потому что такие режимы долго не живут, то есть, они не могут существовать, они сжирают себя сами. А если извне их не будут, как больного в коме, поддерживать искусственное питание, вентиляции легких, давать им несколько миллионов долларов каждый месяц, как это было в Саакашвили, когда-то в Грузии, сейчас на Украине это же происходит. Марин, вы с сувенирами, с гостинцами к нам пришли, расскажите, пожалуйста. Я хочу рассказать о некоторых вещах, то есть, вот мы сделали вот такую книгу, она называется «ДНР. Хроника судеб». Это первая летопись, которая вот уже есть, которая по дням расписан первый год существования Донецкой Народной Республики, с фотографиями, с разнообразными текстами. Это милицейский участок как раз в Мариуполе. Да, это 9 мая, это 9 мая, сожженные милиционеры мариупольские. Вот, вот очень много уникальных фотографий, которые вы не найдете больше нигде. Это сделало Министерство информации Донецкой Народной Республики. То есть, наш медиахолдинг, в котором десятки журналистов работают, фотографы, вот мы собрали вот всю эту информацию, и эта информация у нас уложена вот в одну книгу. Но еще одна ценность этой книги – это интервью. Интервью людей, которые непосредственно принимали участие во всех этих событиях, которые и сейчас живут, работают в Донецкой Народной Республике. Вот у нас есть интервью Александра Захарченко, есть интервью Бориса Литвинова, есть интервью совершенно разных людей. То есть, у нас вот, например, есть такой Марат Магасумов, есть Данила Корецкого интервью, Семен Кузменко у нас, вот Геннадий Горелик, которого, в принципе, мы все… здесь есть и мое интервью, вот, это те люди, которые о чем-то, чем-то, как бы, здесь занимаются в Донецкой Народной Республике, которых можно сказать, что они являются одним из, может быть, основ вот этого, что мы делаем. То есть, мы делаем, думаю, что большое и хорошее дело, и вот эта книга, она, в общем-то, отражает первый год нашей работы. Ну, в принципе, мы ее вам дарим. Спасибо, спасибо большое. Итак, хроника в суде ДНР переходит в архив в библиотеку Ньюсфронта. И еще, конечно, ну, сувенир обязательно. Вот эта кружка, она у нас с нашей розой донецкой, ДНР-овской уже розой. Вот, пожалуйста, чтобы чай был вкусный, кофе, чтобы был крепким. Спасибо, спасибо. Вот. И горящий Донецк внизу. Да, да, да. Но, тем не менее, наше небо будет чистым, мы это точно знаем. И все сейчас здравые, нормальные люди делают, наверное, все и даже больше, чтобы эта война была остановлена, несмотря ни на что, несмотря на непримиримость украинской элиты, которая каждый день кладет в себе в карманы деньги простых украинцев, заставляя их воевать, зарабатывая на этой войне, мы пытаемся достучаться до сердец простых людей, живущих по ту сторону добра и зла. Мы пытаемся каждый день рассказывать им о том, что же на самом деле происходит на Донбассе, вокруг Донбасса и вокруг Украины. Кто хочет превратить украинцев в пушечное мясо, утилизировать и уничтожить, кому нужна территория бывшей Украины и для чего. И вот такие замечательные люди, как мои гости, на своей линии фронта делают то же самое и гораздо более эффективно, даже чем вот наше агентство, моя программа, за что огромное спасибо вам, Марина, и вашим товарищам. И вам спасибо большое. Вы на самом деле делаете огромное и большое, и важное, и светлое дело. Спасибо. Спасибо, Сергей. Итак, дорогие друзья, Марина Бережнева в эфире программы «На самом деле», а мы продолжим совсем скоро. У нас еще есть интересные гости в студии. Они сегодня будут обязательно. До свидания. Пока.